Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и очередной полезный, но конкретно в сегодняшнем случае, красивый видеоролик у меня на канале. Не обращайте внимания на мой голос, у меня немножко першит горло, но это не повод, чтобы не снимать новые видеоролики. И сегодня поговорим на такую тему, как поменять стандартную анимацию зарядки на вашем Android смартфоне, а может быть даже и планшете. И вообще у меня на канале появится несколько видеороликов, отдельный плейлист, всевозможные украшательства для вашего Android смартфона. И программа, о которой сегодня пойдет речь, она не только позволяет поменять анимацию зарядки, но и установить динамические обои. Динамические обои это живые обои, которые изменяются в соответствии со временем суток. Я нечто подобное показывал для операционной системы Windows, вам не понравилось, но может быть под Android вам такое видео зайдет больше. Итак, давайте приступим, перемещаемся на мой телефон. Программа называется Flash Charging Animation, давайте мы ее запустим, вот ее иконка. И прежде чем я покажу, как пользоваться данной программой, обратите еще вот на что внимание. У меня в правом верхнем уголке иконочка программы AdGuard. И в самом низу, так мне немножко мешает, программа записи, блокируется реклама и трекинг. Давайте запустим программу AdGuard. Если вы пропустили мой прошлый видеоролик, давайте я быстренько поясню. Программа AdGuard блокирует рекламу в интернете и во всех остальных приложениях, которые запускаются на вашем телефоне. То есть я могу пользоваться совершенно спокойно условно-бесплатными программами, которые распространяются бесплатно и там показываются рекламные баннеры. Либо у вас выбор купить как бы про-версию программы и тогда у вас реклама исчезнет. Но по факту, что платная версия программы, что бесплатная, функционал один и тот же. Так вот, в случае с программой Flash Charging Animation, мне придется отключить AdGuard. Давайте объясню почему. Кстати, обратите внимание, за два года, что эта программа установлена на телефоне, она сэкономила мне 11 гигабайт трафика. То есть 11 гигабайт всевозможных баннеров, видеореклам и прочие ерунды, которые пихают разработчики бесплатного софта. У меня все это было заблокировано. Классная программа, посмотрите в описании. Давайте запустим Flash Charging Animation. И в чем прикол? Сейчас многие пользователи андроида блокируют у себя на телефонах рекламу. И многие пользователи не готовы покупать платные версии программ. И вот здесь разработчики пошли на такой компромисс. У меня честный обзор, говорю как есть. Здесь каждые 4 обоины. Вот вы смотрите, допустим, 4 обоины. Либо 4 анимации зарядки вашего смартфона. И после каждого просмотра вам показывается рекламный баннер внизу. То есть он выплывает где-то внизу. Я вам покажу. А на пятый раз вам показывается рекламный видеоролик длительностью 15 секунд. И вот если у вас стоит блокировщик рекламы, программа блокирует свой функционал. То есть она не позволяет зайти в настройки. Она не позволяет сменить анимацию, поменять обоину. То есть она полностью блокируется, пока не убедится, что вы не просмотрели рекламу. То есть либо пока у вас не загрузится баннер. Поэтому здесь будет реклама. И чтобы Google никак не среагировал на, может быть, какие-нибудь другие товарные знаки. Я некоторые моменты с баннерами буду замазывать. И вот смотрите, по разрешениям, что необходимо данной программе. Draw Display over other apps. Это разрешение на наложение. То есть каким образом меняется ваша анимация. И почему программа работает на любом смартфоне. То есть даже если у вас запускается ваша стоковая анимация. Даже если в вашем телефоне, в вашей прошивке, не предусмотрена замена состояния зарядки. Как, допустим, на аппаратах Xiaomi, на оболочке MIUI. Все равно поверх вашей анимации программа накладывает свою. И она запущена в фоне. Много ресурсов она не отъедает. Но все сделано таким образом, что до того, как успевает появиться анимация Xiaomi, эта программа ее обгоняет. И все выглядит очень органично и красиво. Поэтому с этим проблем никаких не будет. Я вам сейчас показываю, как это выглядит. Я снимал с внешней камеры. Очень прикольно. Дальше. Вкладочка Notification. Это если вы хотите, чтобы у вас в панельке были уведомления, что сервис работает. Я всегда так делаю. Мне так нравится. Как бы я вижу, что работает. Это хорошо. И следующий пункт. Ignore Battery Optimization. Это пригодится владельцам всяких китайских прошивок. Типа IMI, MIUI, Harmonia OS. То есть, когда у вас со временем какие-то программы, которые долго работают в фоне, выгружаются из памяти. Вот ей необходимо дать разрешение на работу в фоне. Чтобы режим энергосбережения случайно не выгружал из памяти данную программу. И вот теперь смотрите. Charging Animation. Проходим сюда. Вот текущая анимация, которая у меня установлена. И вот теперь смотрите. Здесь у нас рекомендуемые, новые поступления. Вот Time Animation. Это живые обои, которые меняются в соответствии со временем суток. Ну, давайте я вам просто покажу. Нет смысла долго рассказывать про эту программу. Вот выбираем что-то вот из Наруто. Что это? Шаринган. Вот смотрим. Хотим сейчас поменять другую. Вот внизу прогрузился баннер. Вот если бы он не прогрузился, я бы не мог посмотреть какую-нибудь другую анимацию. Вот тут что-то связанное с каким-то страшным Пикачо. Я не знаю, что это такое. Сейчас внизу опять появится баннер с рекламой. Которую я замажу. И вот мы так с вами выбираем, какие вот рекомендуются обложки. Вы некоторые даже видели во вступительном ролике. Вон опять от Алиэкспресс что-то полезло. Это можно не замазывать. И вот у нас... Напишите в комментариях, как его зовут. Я помню, что это чувак с Наруто. Я давно смотрел. И вот сейчас у нас будет по счёту пятая анимация. И вот загрузился рекламный ролик. А то... Надо подождать его 15 секунд. Вот это единственный минус. Потому что если вы заблокируете рекламу, программа не будет работать. А тут всё очень просто. Выбираете анимацию, вот допустим, Spongebob. Жмёте на кнопочку, вот галочка. И эта анимация принимается. То есть она будет по умолчанию. Ещё вы, наверное, обратили внимание, что у меня была анимация со звуком. Здесь есть такой ползунок Sound. Если вы хотите, чтобы ещё и был звук, который идёт в комплекте с этой анимацией. У Spongebob это звук пузырей под водой. Переключаете ползунок. И у вас будет звук. Вот. И самое неприятное. Вот смотрите. В день вам позволяется несколько раз поменять анимацию бесплатно. А я уже как бы свои бесплатные лимиты использовал. Когда записывал видео до этого. У меня просто несколько раз ролик сорвался. И теперь смотрите внизу. Watch ads to unlock. То есть посмотри рекламу. И только потом мне позволят поменять анимацию загрузки. Это на самом деле очень львиные условия. Но с другой стороны, да. Я вот её когда установил. Я хожу с ней 2 месяца. И за 2 месяца я её ни разу не запускал. Пока вот до сегодняшнего дня. Пока не сел снимать видео обзор данной программы. И теперь давайте покажу вам Time Animation. Что это такое? Здесь их не очень много. Причём здесь их было больше. Я не знаю почему. Некоторые пропали. Ну, вот честно скажу. Не знаю почему. Может быть из-за авторских прав. Мне непонятно. И вот смотрите. Допустим. Вот у нас опускается солнце. Вот у нас маяк. Сейчас у нас половина седьмого вечера. Если будет допустим 10 часов вечера. У маяка появится свет. То есть он начнёт крутить. Как бы подразумевает. Что будет освещать путь ночной для кораблей. И потом у нас будет рассвет. То есть вот то, что я вам сейчас показываю для Windows. То же самое для Android. Только как бы под Android. Выбор почему-то сейчас маленький. Я честно не знаю почему. Я даже немножко удивлён. Я ещё до сюда не доходил. Когда сегодня черновые варианты ролика снимал. Здесь их было намного больше. Ну, ещё есть Charging Wallpaper. Это обои, на которых у вас будет показано время. То есть как бы обои, в которых встроен виджет часов. И где будет показываться заряд аккумулятора. Ну, давайте я вам покажу. Вот допустим такой вот цветочек. Сейчас он прогрузится. И вон у нас как бы заряд. Но здесь без времени. А где-то показывается время. Ну, кому-то может быть нравится. Вот такая вот программа. Не хочу снимать про неё слишком долго. Потому что и так всё понятно. Всё портит реклама. И проблема, что её нельзя заблокировать. С другой стороны, я программой воспользовался только вот один раз. Всё для себя настроил. Она у меня два месяца установлена. И в принципе, ну, я о ней забыл. Она работает в фоне как часы. И как бы проблем ноль. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Поделитесь с друзьями. Увидимся в следующих видеороликах. Пока!